Спектакль «Что там за кордоном» – история веселая, жизнерадостная и поучительная. Ее можно было бы назвать сказкой, если бы не мощный назидательный посыл, заложенный в ней. Незадачливый донской царек все ищет заморских красоток себе в жены, зарится на экзотику и не замечает простой и красивой женской души русской красавицы, живущей рядом. Намаившись в бесконечных поездках за границу и растеряв большую часть казны, он все-таки возвращается к застенчивой и послушной Марфе. Актеры театральной студии Новошахтинского отделения Всесоюзного общества слепых играют так зажигательно и душевно, что никого не оставляют равнодушными. Что, за кордонные невесты не по зубам пришлись, да? Ничего, мы тоже кое-что из тебя понимаем. Мы лучше за Донстого пойдем, за нашего. За то, что по любви и за кордон смотреть не будем, как некоторые. Марфа, да я же самых пеленок тебя люблю, разве ты не видела? Да любишь, кто тебя любит, Марфа. Нет, не видела. Это я тебя в прошлой жизни любила. Меня училась с тобой, это седло малым, а ты моей любви не вочувствовал. Я вочувствовал, Марфушка, вочувствовал. Поэтому нам и даром не дать. Наш спектакль готовился к 35-му областному смотру художественной самодетельности среди инвалидов Всероссийского общества слепых, где наш театральный коллектив стал лауреатами. Просто отлично, он поучительный, понимаете? В нем очень много доброты, много поучительного, много сказано о нашем, как бы сказать, в общем народе даже сказано, о Донском. Я сейчас сидел, я думал, знаете, по правде вот сказать. Хотел, думаю, вот пройду, посмотрю и уйду. А потом сел, и мне так захватило это все, так вот это все закрутило, завертело. Особенно, ну, если по правде сказать, все понравились. Но мне женщина очень понравилась, как она играла. У нее слова до того, они краткие, но душевные, понимаете? За, ну, за наш Дон болеть. И о том, как, в общем, что там говорить. Она рассказала о том, что у нас сейчас мужики немножко стали, вот. А женщины берутся уже за власть, за это все. И даже нянчатся с этими мужиками, как с детьми. Ну, пора мужикам нашим, по-моему, уже детьми не быть, уже очухаться. И вправду, ведь так часто и бывает в жизни, когда русская женщина, как говорится в пословице, и коня на скаку остановит, и в горячую избу войдет. И порой им самим приходится нести на своих слабых плечах тяжкий груз бытовых проблем. Так же, как и актерам театральной студии «Общество слепых», которые не имеют сегодня нормального помещения для репетиции. Хочется пожелать им творческих успехов, а нам – возможности и желания помочь этому уникальному коллективу. К сожалению, клуб наш не подлежит ремонту, нет финансов, поэтому приходилось нашим ребятам играть в Доме культуры, репетировать. Выступали мы в музыкальной школе. Пожелание, чтобы администрация повернулась лицом к нашим инвалидам и помогла нам организовать наш театральный коллектив, чтобы было где заниматься, было финансирование. Субтитры создавал DimaTorzok